Сейчас коротко о некоторых других событиях. Интернет-портал в курсе РУ опубликовал видео с уличных камер наблюдения, заснявших момент нападения грабителя на инкассаторов в центре Перми в одном из кинотеатров. Напомним, инцидент произошел еще в понедельник днем. Неизвестный молодой человек в светлом костюме заходит в тамбур кинотеатра и, достав оружие, стреляет инкассаторов. Ранив одного из них, он хватает кассеты для банкомата с наличными и не спеша покидает место преступления. Кажется странным, но ограбленные работники не спешат броситься в погоню. Они выходят из здания лишь после того, как налетчик скрылся за углом. Да и там преследование продолжается лишь после того, как один из захоронников подбирает с асфальта оброненные им в терапиях вещи. Полиция продолжает розыск преступника, сумевшего в одиночку украсть в несколько миллионов рублей. Уже завтра, 23 апреля, на станцию Кунгур прибудет агитпоезд Армии Победы, путешествующий по всей стране в преддверии 9 мая. Состав из 21 вагона с многообразием военной техники времен Второй мировой войны прибудет в Кунгур около двух часов дня и пробудет на перроне до 16 часов. Каждый желающий сможет сделать фото на память и посетить военный музей в эшелоне. Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Кунгура вместе с Дворцом культуры мечта объявляет кастинг на участие во втором городском конкурсе «Мисс Небесная ярмарка-2016». Он пройдет в двух возрастных категориях – от 7 до 10 и от 14 до 20 лет. Фотографии принимаются во Дворце культуры мечта, здесь же можно получить анкету участницы. Отметим, предыдущий конкурс проходил в 2011 году. Все подробности по телефону 244-73. Разлившиеся конкурские реки сподвигли горожан на необычные поступки. Например, заядлые рыбаки с удовольствием ловят рыбу прямо между горожаном Ашановской пристани. А залитый водой стадион «Обувщик» стал площадкой для купания собак. Вода здесь относительно чистая, поэтому животные не теряют время недаром, активно принимая ванны под открытым небом. Если вы стали свидетелем необычного события, присылайте снимки и видео к нам на электронную почту либо в социальные сети.